здравствуйте дорогие друзья здрасте наша многоуважаемая аудитория сегодня я хочу вас познакомить с автором и исполнителем жанра русский шансон ильдаром южным привет ильдар привет володя здравствуйте здравствуйте приветствовать всех всех соотечественников которые проживают сегодня в англии всех любителей жанровой песни всем привет добрый день расскажи нам немножко о себе ильдар где ты родился с этого начнем я родился в москве в москве есть такой район район тушина в районе тушина в москве 1960 году а скажи пожалуйста как ты пришел в музыку у тебя родители были бы ты был был из музыкальной семьи они тебя подтолкнули на это как ты ощутился в мире музыки и это из рабочих папа всю жизнь проработал на заводе вот но он как не странно он очень хорошо пел за столом вот среди родственников вот мама тоже у меня работала на заводе потом она работала поваром всю жизнь как борисовую половину своей жизни активно она проработала в ресторан в москве такие знаменитые рестораны как минск софия даже работала в легендарном кафе лира есть такое кафе лет из о нем еще поет машина времени макаревич вот да и хорошо танцевала в свое время молодости она занималась хореографией вот я так пришел к пению я вообще не думал что никогда не считал себя певцом вот обычно как бы это мы набираемся опыт это во дворах с детства с юности что-то мы перед перенимали от это от старших друзей кто немножко постарше это от ребят ну и наверно как это у всех это во дворе гитара и потом какой-то школьный это ансамбль вот поэтому вы и выбрали жанр шансон да у меня был старший брат к сожалению ныне покойный старше меня на 5 лет вот и вот он слушал аркадий северного слушал слушал откуда я пришел там вот такие группы зарубежные как слэй назарет битлес гранд фан в общем я как мало то моложе я все это впитывал то что слушал он все как-то передавалось на меня а к шансону я пришел да вот он слушал аркадий северного братья жемчужные там галич высоцкий в общем вот как все это потом все все отразилось в 15 летнем возрасте вы стали играть на гитаре и были участником школьного ансамбля расскажите что-то был за ансамбль какой репертуар вы исполняли я сам не пел я как говорю я начал петь вот как бы в таком можно сказать в 35 лет я за закану со вокалом в школе как я барабанил но как как я знаю что вы позже пошли на курсы в бар на по классу барабанов в клуб красный химик вот я пошел потому что меня это очень увлекал я начали барабанил как самоучка то есть довольно таки неплохо получалось но это как бы может какая-то природная такая фишка вот занимался да в клубе красном химике я занимался год я начал барабанить по нотам нам это обязательно как бы домашние какие-то задания и уже так более профессионально я начал барабанить на ударной установки а где вы где вы учились после школы после школы после школы я практически от учился на слесаря и вы работали на заводе слесарем я знаю что это был за завод что вы производили там папа он всю жизнь отработал фрезеровщиком вот а я я мне удалось там как бы только закончить получить второй разряд слесаря ликальщика и сразу меня от военкомата направили отучиться на шофера с отрывом с отрывом это от производства да я как говорится получил права и тут же семьдесят восьмом 1578 году пошел служить в армии и вы вы служили в ракетных войсках а вы с кем-нибудь из сослуживцев поддерживаете отношения связь не сложилось в плане после после прихода с армии вы пошли работать в таксомоторный парк работали таксистом вот как раз там то и с организовали это ансамбль опять же я как уже говорил барабанил не считал что я как-то пою еще чё то ну вот видите как а когда вы написали свою первую песню как она называлась и чтобы о чем она была как раз мы подходим к тому как я запел свое время когда у нас в россии началась перестройка я начал ездить в турцию челноком многие ездили возили джинсы там куртки там все еще и торговали мы торговали в лужниках раньше стадион лужники превратили в рынок слава богу сейчас это стал красивейший один из красивейших стадионов москве вот раньше это вот в то время в 90-х это там превратили это все в рынок вот и мы там давали привозя это все из турции вот я ездил в турцию брал с собой гитару там что-то мы пели то в поезде там в автобусе то там уже в турции в гостинице вот и с нами там был человек он тоже с москвой вот он будет от ильдар а блин то что ты не попробуй себя как-то более профессионально в плане у тебя такая фишка как бы голос похож там и на аркадия там и как-то еще там я буду никакой из меня певец я пою вот во дворе там вот он говорит давай не 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 говорит это дело надо будет как бы давай у меня будет знакомые в москве есть то есть они работают на предприятии госзнака вот и как бы там это ну ансамбль вот я тебя говорит познакомлю есть у тебя это интерес такой вот после поездки там вот этой туристической мы приехали на это предприятие было знака но там действительно это это ансамбль вот и ребята сразу быть ну давай что-нибудь спой меня любимый репертуар это аркадь север практически большинство песен пел только его спел пару песен им очень понравилось они тут же там подхватили подыграли вот это вот не говорят а ты сам будет сочиняешь чего нет никогда даже и не пробовал хотя в школе у меня по сочинению всегда было четыре насколько я помню я попробую наверно что-то чего-то и вот как-то так вот с этого все и началось то есть я начал писать песни начал писать музыку я знаю что в 1984 году ты переехал в марину рощу и в девяносто шестом году создал ансамбль под названием марина роща в девяносто шестом году группа выступила с первым альбомом который назывался черные киса настоящими хитами из того альбома стали песня баночка с чефиром и летите голуби расскажи пожалуйста нам об этой группе как она создавалась и существует ли она сейчас как как раз вот это и есть вот предприятие был знак вот этот это ансамбль последствии мы стали группой группой марина роща потому вот началось конечно всем если по порядку все ну да история длинная конечно ну вкратце начали писать песни начали писать музыку появился свой материал как двигаться дальше до что дальше с этим делать никто не знаю потому что как бы никто шоу-бизнесе ничего не понимал вот и как шел я по рынку у нас есть москве ленинградский рынок вот раньше из-за всех там палаток звучала музыка крутили крутились кассеты катушки там чем все вот и я услышал любимого своего это исполнителя геннадий жарова и группа вместе едва на то время вот купил на свету открыл ее там контактный номер телефона вот и мы позвонили директору сказали в общем что вот так и так представились говорю мы начинающая группа вот есть материал хотим как-то двигаться вот и как неудивительно он ты не отказал нам у них старший был в то время сергей трофимов то есть не тот сергей я понимаю да я знаю о чем вы говорите да вот и он пригласил нас на студию мы как раз будем вот быть записывать на днях очередную песню группа вместе едва геннадий жарова вот приезжайте говорит поглядим на вас посмотрим послушаем вот и мы поехали поехали встретились вот показали материал показали песни и очень понравились вот нам ребята помогли с помощью как говорится группа вместе едва помогли нам записать первый альбом вышел в девяносто шестом году а в девяносто пятом вот мы как бы начали записываться уже то есть мое вот такое творчество профессиональное то есть и первый мой кстати выход на профессиональную сцену состоялся в 1925 да вот профессиональная сцена была у меня я вышел профессиональную сцену вместе с группой амнестия 2 то есть мы как бы тогда разогревали потом выходила группа это все приходило в кинотеатре него в вокзале мы знали мы знакомы с геннадием викторовичем и у нас был с ним эфиры он по сегодняшний день не очень помогает если какие-то вопросы я часто к нему обращаясь он любезно помогает найти ответ да спаси спасибо вам большое крепкого здоровья долгих лет жизни большой больших большого творческого пути еще долгие годы до сих пор дал дружим девочки огромное спасибо вот ну как то да и вот наше понимаете появление она как-то все перевалилась на на этой студии был сергей бурмистров на мой этот исполнитель в жанре шансон ныне к сожалению тоже покойный вот и в принципе он взял всю заботу о нас он записал нам первый альбом потом второй альбом помогал в записи вот их продвижение вот в это воздание пластинок кассет в двух в двухтысячном году вы попали на фестиваль звездная звездная пурга две тысячи расскажите что это был за фестиваль да я сейчас так вот прям вот быстренько хорошо хорошо фестивалью мы выпустили на альбом один вышел в девушку том году черные и со второй бояре купола в 97 потому что записали сразу второй альбом потому что после первого это альбома как-то появилась какая-то стремленность и мы решили это дело сразу продолжить но к сожалению опять же в этом составе да в каком начали про существовало всего два года вот два альбома 96 и 97 вот потом группа развалилась и уже вот в двухтысячном году возобновилась да уже с новым составом в новом составе участвовал экс экс-клавишник лесоповала геннадий ломоносов гитара володя баранов вот естественно ваш непокорный слуга вот и нас пригласили на фестиваль звездная пункта пурга на то время один из самых крутейших я считаю фестивалей вообще не только на то время я считаю что один из самых крутых фестивалей вообще который проходил нас а сейчас сейчас за этот фестиваль не проходит данный момент хочу то я просто не слышал последнее время таком название один раз и все жалко а очень много там звезд было мы не тоже покойных и тот же бубок косторский сичкин борис сичкин очень много и анатолий днепров участвовали михаил круг уже ребят этих нет катя огонек много-много в общем там перечислять можно бесконечно конечно очень жаль но тем не менее но фестиваль был такой запоминающийся я считаю очень крутой ну конечно такая как порта артистов была собрана вся вот в этом вообще это просто ну конечно приятно это вы получили большой опыт и знакомства я всегда говорил что любой фестиваль это был не только песня прежде очередь это общение конечно конечно знакомства а ощущение какой-то опыт очень 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 интересно мы тоже проводим фестиваль у нас проект русский шансон есть это от компании russian beat который я возглавляю в этом году должен был быть 3 3 фестиваль русского шансона в англии но из пандемии мы перенесли его на следующий год в этом году у нас должен был по программе присутствовать на фестивале владимир здамиров должен был быть но из-за пандемии у нас ничего не получилось ну мы мы не мы не отменили мы перенесли вот и концерты и мероприятия и фестиваль вот а вы бывали в англии не был вот надо надо исправлять потому что то у нас есть наш фестиваль русского шансона развивается и мы хотим стремиться выше и выше и приглашать как можно больше известных людей в этого жанра так что мы будем очень рады вас видеть на нашем фестивале спасибо конечно суда да но это мы уже ближе к этому обязательно свяжемся и пообщаемся расскажите пожалуйста немножко о своей личной жизни о семье я очень довольно личный как ну жена дети вот своих детей у меня мне так и не довелось заиметь вот тем не менее супруга и живем счастлива у нас вообще очень это интересно эта история то есть если начинать как бы вот а нынешней жене сегодняшней да с кем сейчас то есть мы не виделись 33 года если можно сказать так вот и встретились как встреча одноклассников на то время как говорится она была свободна я свободен и мы вот как говорится нашли друг друга получается как я знаю что супа супруга принимает непосредственное участие в продвижении в социальных сетях а также участвует в организации гастрольных туров и выступлений да она мне очень помогают в этом потому что я как-то сам такой не очень хваткий артист она мне в этом очень очень сильно помогает но это очень важно что рядом с тобой человек который действительно поддерживает помогает ну на твоей волне в твоей теме это приятно это действительно это интереснее конечно конечно вот тебе это знаком для того что же знаю да это правда потихонечку подгляд да а насколько плотный гастрольные графики вы выступаешь в основном по россии я могу сказать что у меня нету там таких больших залов как дом культуры дк это у нас там только обычно как бы какие-то общие проводятся фестивали у меня в основном выступление такого кооперативного плана вот ну и плюс клубы какие-то рестораны кафе ну и сборные концерты да вы участвуете такого плана уча вот к сожалению время такое тяжелое с этой пандемии тяжелые везде не только в россии данные везде это уже просто о чем мы мы заложники ситуации поэтому ничего не можем с этим поделать тем более потому что это массовые мероприятия которые сейчас ограничены к сожалению приходится до артистом как-то выживать я знаю что вы спели несколько песен в дуэте с александром дюмином дианы таркуловой из они ушаковой расскажите что это за за песни что это за дуэт и как они родились ну это спасибо мы я как бы последнее время последняя песен не пишу давно уже вот и сотрудничаю с такими прекрасными это авторами поэтами как владимир панков и это игорь душкин вот мы начинали мы с владимиром панковым вот этот ретро проект то есть это вот песни его вот которую я исполнили мы с сашей дюмином с янкой теркуловой вот как бы писал текст его музыку я постоянно как композитор я пишу без леса потому что мне это очень удобно у вас ваш голос очень похож прям просто один в с утёсовом вы можете что-то из утёсово сейчас просто так вот пропеть говорят да у меня какой-то такой как это это ассорти это аркадий север ну вот из утёса вот утёсов просто вылитый выезжаем мы с тобою друг по-прежнему и как прежде пожидаем седока как будто только что пластинку утёсово поставил прослушал только что а вы можете что-то спеть нам вживую под гитару конечно конечно был очень просим одна из как бы крайних моих песен на сегодняшний день любимых она вот записана была буквально недавно и она где-то в какой-то мере отражает мою юность мне было 16 17 лет то есть как бы с удовольствием спою конечно пролетают годы словно птицы я и взглядом с грязь я проводил все листаю школьные страницы я ведь был и школьных заводил щипи птицы у девчонок стрижки кафе лера помню с прошлых лет кучковались во дворе мальчишки и все чинили стареньким опять кучковались во дворе мальчишки и все чинили стареньким опять А память над годами проплывает, Заглядывая в каждое дно. И мы с улыбкой и юной вспоминаем, Как кадры черно-белого кино. Руки-крёш, на каблуках ботинки, Джинсы-райфл мы за водой шли, Группа слой, чувачка, и пластинки, Форсовали на толкучке мы. Группа слой, чувачка, и пластинки, Форсовали на толкучке мы. А память над годами проплывает, Заглядывая в каждое дно. И мы с улыбкой и юность вспоминаем, Как кадры черно-белого кино. Помню всех, кто жили по соседству, А жизнь сводилась не миллион раз. Сколько же хорошего из детства Память нарисует мне сейчас. Сколько же хорошего из детства Память нарисует мне сейчас. А память над годами проплывает, Заглядывая в каждое дно. И мы с улыбкой и юность вспоминаем, Как кадры черно-белого кино. Спасибо большое за песню. Ильдар, скажи, пожалуйста, на каких веб-сайтах, социальных сетях ты выставляешь информацию о своих песнях? Где люди могут посмотреть, послушать, где тебя могут найти? Я думаю, больше всего это, наверное, в Ютубе. В Ютубе, ВКонтакте. Просто набрать Эльдар Южный в Ютубе и выйти на твой канал. Да, официальный канал у меня там есть. Да, Эльдар Южный официальный канал. Так что, дорогие друзья, заходим на канал и слушаем Эльдара Южного. Эльдар, в 96-м году вышел твой первый альбом «Чёрная киса». В 97-м вышел «Бояре купола», в 99-м альбом «Избранное», в 2000-м «Новая колода», в 2001-м «Всё было», в 2002-й альбом «Старик», в 2004-й «Затерянный рай», в 2006-й «Вспомнить старое лучшее», в 2006-м также вышел альбом «Капкан». В 2008-м «Не забывай меня». А скажи, пожалуйста, а в каком из этих альбомов была песня «Отец»? Отец, отец, я сейчас затрудняюсь, а, отец, наверное, была всё же в альбоме «Затерянный рай», это 2004-й год. Я тебе рассказывал о «Отце и сыне», которым эта песня стала такой, как иконой. Да, мне это очень тронул этот рассказ твой Володя. Конечно же, мне очень приятно, мне от всей души хочется передать большой привет Дмитрию Никону и Вадиму Никону. Дмитрий Никонов – это отец, он проживает в Латвии, в Садаспилсе. И Вадим Никонов, который, я насколько знаю, проживает сейчас в Англии, да, так же. Вот, да, им очень нравится песня, она так и называется, «Отец». Да. Да, и мне очень приятно, конечно же, что прям такие приятные отзывы. Вот, Володя, с твоей стороны были, да, ну, твой рассказ, что они тоже очень редко встречаются, ну, как-то вот их связывает именно вот эта песня почему-то. Ну, да. Хотя у меня очень много песен разных, то есть от Блотника до ретро-шансона, то есть это очень длинная эта история, песенная моя. Вот, и… Ну, все равно, мне очень приятно, конечно же, я передаю большой им привет, самое главное, здоровье. Спасибо большое. Да, и очень, пускай, да, слушают, как говорится, жанровую песню, и очень приятно, что они любят шансон и слушают эти песни. Спасибо огромнейшее. Расскажи, пожалуйста, какие твои творческие планы? Ну, как у нас говорят, любой человек должен какие-то планы строить, да, на жизнь. Вот, дай бог, конечно, чтобы они осуществлялись, все планы. Вот, я, конечно же, тоже строю. Ну, вот в данной как-то ситуации как-то не хочется забегать вперед. Конечно же, записывать какие-то песни, это опять же радовать своего слушателя, потому что слушатель, он всегда ждет какую-то новиночку, новых песен, потому что вот в соцсетях это пишут. Не успел выйти новый этот альбом, да, там куча была, это одобрение, это в адрес этого альбома. Как уже говорят, а что будет новенького? То есть уже альбом послушали, сразу хочется уже опять что-то новенького. Ну, на новенькое надо время и средства. Вот, и еще, как говорится, собрать материал, настроение нужно. В общем, много чего тут все связывает. Но планы строим, строим на хорошее будущее и на хорошую перспективу творческую. А как рождается вот тема песни? Вот как вот, как у тебя тут она рождается? Вот Бах решил именно вот про эту тему написать, как рождается? Сейчас вот у меня такой задачи нет, у меня просто рождается мысль. Вот, я, как я сказал, я сотрудничаю с авторами Владимира Панкова, Игорем Душкиным. Вот, и я как бы подкидываю им тему, то, что мне хотелось. Вот, ну, какие-то слова коренные там, да, то есть, ну, какие мне хотелось бы услышать в песне. Вот, и они с удовольствием пишут песню, все, я кладу на этот текст музыку, и все, отдаем это аранжировщику. В общем, вот работаем вот как-то так. Ясно. А скажи, пожалуйста, а как ты проводишь свободное время? Свободное время? Путешествую, занимаюсь спортом. Не, я честно, я занимаюсь спортом, я утром хожу или бегаю. То есть, как-то, ну, в общем, это разнообразно. Что-то я увлекся сейчас, вот, как сказать, в интернете, в компьютере. То есть, я, ну, собираю какие-то фильмы, то есть, сам монтирую, беру какое-то видео, какие-то фотографии. То есть, мне очень это интересно. То есть, в принципе, ну, досуг разнообразный. За грибами ездим в лес. Насколько я знаю, Володь, ты тоже ходишь за грибами? Да, да, хожу. Я живу прямо в Шерверском лесу в Англии. Это центральная Англия. Вот, прямо около моего дома начинается практически Шерверский лес, куда в гости к Робин Гуду хожу за грибами. Мы живем тоже. В Москве есть такой городок, Зеленоград. Мы живем в Зеленограде, и тут тоже, он же зеленый. Он не зря так назван, Зеленоград. Ну да, согласен. Тут лес, тоже ходим за грибами. Как-то, ну, находим, находим как-то себе какое-то занятие. Ясно. Эльдар, а ты не был никогда с концертами по Прибалтике? Тоже не был, да? Нет. Не был. Ни разу. Я как-то единственный раз был в Риге, это в 1984 году, когда я еще работал в таксопарке. Мы ездили в Ригу за этими, за автобусами, микроавтобусы, которые ты пускал. Латвия. Рафик назывался. Латвия, Рафик. Я работал водителем, да, маршрутного такси, вот, и нас послали в командировку. Мы как раз вот пригоняли два таких микроавтобуса. Ну, ясно, ясно. Что бы ты никогда не сделал в жизни? Не знаю. Я много чего наделал. И глупостей, и... Я не знаю. Я бы, наверное, что бы никогда не сделал, не знаю. Я бы воевать не пошел бы, наверное, тогда. Понятно. Скажи, пожалуйста, а как отразился на тебя вот этот период коронавируса? Какие плюсы, какие минусы? Плюсы, а, кстати, да, всегда находятся минусы и плюсы. Вот, да, вот сидя дома, я говорю, я это освоил, программу по созданию каких-то фильмов. То есть, очень это меня-то увлекло и интересно. Ну, я, конечно, это делаю для себя. Вот, в основном. Ну, интересно получается. То есть, я давно мечтал. Ну, опять же, написание каких-то мелодий, музыки, вот, песен. То есть, ну, это, если все говорить, это о творчестве. Ну, конечно. Ну, да, есть плюсы, есть минусы, действительно, в этом во всем. И в завершении эфира, что бы ты хотел пожелать нашим соотечественникам в Великобритании, русскоговорящим? Ну, как мы всегда традиционно говорим в России, это, в первую очередь, конечно же, здоровье. Вот, конечно, ну, не забывать Россию, свою родину. Ну, не забывать близких людей, которые живут в России. Вот, то есть, ну, естественно, тепла в душе. Будут и в доме, английского дома. Ну, здесь, здесь русскоговорящие имеется в виду не только россияне, здесь и прибалты, и все постсоветское пространство имеется в виду. Да, ну, не забывали, да, где мы родились, вот, кто здесь живет, родители своих, близких, друзей, которые остались дома, да, ну, дом сейчас и там, и там, ну, да, ну, чтобы память, самое главное, чтобы память была теплой, светлой. Да. Ну, и самое главное, чтобы люди любили друг друга, относились с уважением. К чему я и говорю, что я бы никогда не пошел воевать, наверное, потому что это вот так вот. Ну, ясно, ясно. Хорошо, Эльдар, большое тебе спасибо за знакомство, за то, что выбрал время и был с нами в эфире, рассказал о себе. Мы ждем тебя и на фестивале шансона в Англии, но об этом мы поговорим потом, ближе-ближе к этому. Я хотел бы тебя очень поблагодарить за то дело, которое ты делаешь, вот такое вот, как мы назовем это телемост, да? Да, телемост. Это очень сплочает и сближает нас. Конечно, спасибо большое. То есть, вот это такое близкое, это общение, оно всегда очень, мне кажется, приятно и отрадо. Конечно. Спасибо огромное, то, что да, и тоже, пожалуйста, не бросай это, а наоборот, только, как говорится... Мы только за развитие этого жанра, этой музыки, за развитие этой всей темы. Мы всегда поддержим. Да, и мы обязательно встретимся, и я уже заранее приглашаю на фестиваль шансонов в Англию, и, возможно, мы еще чуть позже потом созвонимся и поговорим по поводу Прибалтики. Я не просто так тоже спросил. Ну, спасибо большое, что был с нами и в эфире, и, да, всего хорошего, здоровья. Спасибо, Володя. Главное, здоровья, и остальное все приложится. Спасибо, дорогие друзья. Да, и до свидания, до свидания. Всего доброго. И в конце я хотел бы поставить песню, а память над годами проплывает уже в записанной версии. Вы слышали сейчас живой звук, а сейчас мы вам поставим клип. Все, пока-пока, Эльдар. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok